Для начала давайте рассмотрим плеер Телеграма для прослушивания музыки и какие у него есть в принципе возможности. Для этого отправляемся на канал CC Tracks, который создан как раз специально для того, чтобы продемонстрировать все прелести прослушивания музыки в мессенджере Телеграм. Включаем любую песню и сверху видим название этого трека и исполнителя, которые прямо сейчас играют. В момент воспроизведения песни трек автоматически загружается в кэш, то есть при следующем воспроизведении вам не понадобится интернет, песня уже будет у вас в телефоне. В этом первый огромный плюс мессенджера. Тапаем по верхней строке и открываем полноценный плеер. Здесь вам возможность поменять расположение воспроизведения треков, кнопка повтора всего плейлиста или одного трека, переключение вперед-назад и конечно же пауза и воспроизведение песни. А также приятным бонусом являются вшитые обложки, что не может не радовать глаз придирчивого пользователя. Отдельно поговорим о кэшировании песен. Как я уже сказал ранее, трек, который вы хотите воспроизвести, сразу же загружается в память. А я напомню, что во вкладке использования памяти в Телеграме можно настроить сколько будут храниться те или иные файлы в мессенджере и там же есть возможность очистить кэш. Если время от времени вы сами чистите кэш мессенджера, но не хотите перезакачивать музыку по новой, то при нажатии кнопки «Очистить кэш Телеграм» есть возможность убрать галочку «Очищение музыки». Соответственно, весь кэш кроме музыки будет почищен и вам не нужно будет снова перезакачивать любимые треки. Приятным бонусом для владельцев андроида также является то, что закачанный трек вы можете добавить в стандартное приложение «Музыка», чего, увы, нельзя никак сделать в iOS. Собственно, это все возможности встроенного плеера Телеграма. Самое интересное далее. Я расскажу, где искать музыку в Телеграме и как можно ее удобно структурировать, чтобы прослушивание треков вышло на новый уровень. Найти канал или бот в Телеграме для прослушивания музыки очень легко. Заходим на сайт TGStat, раздел «Музыка» и выбираем каналы, которые вам приглянутся, например, по числу подписчиков. Ну а через секунду я расскажу о том, как сделать плейлист, не терять свою музыку в Телеграме и превратить мессенджер в полноценный музыкальный плеер. Но сначала напоминаю о подписке на канал. Так вы стимулируете создание новых видео для вас. Поэтому прямо сейчас кликаем на заветные кнопки, если еще этого не сделали. Вот мой личный совет для вас, любимые и дорогие зрители. В большом количестве каналов и ботов с музыкой можно легко запутаться. И это неудивительно, ведь если запускать трек из канала, то плейлист будет состоять из всех песен, которые представлены именно на канале. Но можно сделать свои плейлисты. Думаю, вы уже догадались, как можно все это организовать. Создаем отдельный приватный канал для своего будущего плейлиста. Например, называем его «Новинки музыки». А затем просто не забываем скидывать туда новые треки. Таким образом, в этом канале будет формироваться свой плейлист. И вы не будете теряться в том, где слушали ту или иную композицию. А поскольку в Телеграме количество приватных каналов, которые может создать пользователь, исчисляется в сотнях, то таких плейлистов может быть у вас достаточное количество. По жанрам, настроению и так далее. Не поленитесь это сделать, и тогда Телеграм станет для вас отличной площадкой для прослушивания музыки. Кстати, не забывайте также о том, что треки можно грузить и самому с десктопной версии. Например, если у вас есть какой-то раритет или эксклюзив на компьютере, и его нигде нету на каналах и в интернете. Я же хочу поблагодарить вас за просмотр этого ролика и прошу поставить лайк, если он оказался полезным. На сегодня у меня все. Это канал Телеграмер. Подписывайся и будь на волне тренда.